Практически запрошено максимальное наказание, потому что максимальное наказание 10 лет. И я полагаю, что государственный обвинитель, прокуратура, а также незримые кураторы этого процесса, о которых мы все знаем, они были обескуражены тем, что Виктор Филинков с самого начала и до последнего конца оставил свою позицию как на предварительном следствии, так и в суде, доказывая о том, что все методы, во-первых, незаконного его задержания, оказания на него физического и психологического воздействия, имеют признаки уголовно-наказуемого деяния. Следственный комитет признал, что никто Виктор не пытал в ситуации, когда в 60 дней они просто сидели и ждали, когда у него сойдут все телесные повреждения. То есть в моей практике это впервые, когда заявитель указывает, что к нему применялись пытки, но к нему не был допущен судмедэксперт. И вот сейчас государственный обвинитель, развалившись на своем стуле, говорит о том, что факт применения пыток не доказан, А когда мы предоставляем в качестве свидетелей членов бывшего состава ОНК, которые говорят, что мы сразу прибыли после сигнала в следственный изолятор, мы видели эти признаки серьезных пыток. Мы их попытались зафиксировать настолько, насколько нам это позволили сделать, зарисовать, сделать рисунок, вымерить расстояние. Иного ничего мы не смогли сделать, потому что мы не можем заходить в следственный изолятор, имея на руках фотоаппарат. И в этой ситуации я вижу, как оживает гособвинитель и начинает задавать ироничный вопрос членам ОНК. А вы имеете медицинское образование? А можно ли доверять вашим вот этим зарисовкам? Почему вы считаете вообще, что мы должны принимать это во внимание? То есть представитель государства, который в свое время, когда оперативно сообщили о пытке в отношении Филинкова, в отношении Шишкина, в отношении Капутина, бездействовал, покрывал виновных должностных лиц органов ФСБ, принял все меры для того, чтобы улики были сокрыты. И сейчас вот высказывает членам гражданского общества о том, что вы нам здесь предоставляете. Мы это не можем принять за основу. В своем обращении в военные следственные органы указывали о том, что помимо физического насилия, которые впоследствии улики были утеряны из-за бездействия военных следователей, вот по нашему заявлению не была проведена проверка по факту процессуального насилия. То есть факт незаконного задержания, длительного удержания в условиях, когда человек был лишен всех своих гражданских прав и свобод, когда он не имел доступа к адвокату, не мог позвонить своим родственникам, чтобы они предприняли какие-то действия. Он был лишен сна, отдыха, пищи. И в ходе вот этого подвешенного состояния между небом и землей, он находился в безраздельном воздействии на него сотрудников правоохранительных органов. Этот факт следственным комитетом не был никаким образом оценен. Это все ужасно, неприятно, но к этому уже готово. А когда будет приговор, пока непонятно, Николай Николаевич? Приговор, ну, видимо, будет не больше шести, я думаю, надеюсь, что будет меньше. То, что они уже два с половиной года в СИЗО, им это не сочтется, как один к полтора, один к одному. По этой статье в любом случае один к одному. Я вам приведу пример одного процессуального документа, который имеет все признаки фальсификации, на который, тем не менее, государственный обвинитель ссылается в своем выступлении в прениях. Я полагаю, таким образом он, как бы, призывает суд тоже самое пойти на определенный элемент фальсификации. Материалами уголовного дела, пензенского уголовного дела, в отношении которого уже вынесен обвинительный проговор, установлено, что так называемый файл СИЗО 2017 был обнаружен на ноутбуке Тошиба, изъятом в жилище Шакурского. В наш уголовный дел попал большой массив процессуальных документов из пензенского дела, в том числе документ, якобы подтверждающий обнаружение файла СИЗО 2017. Но, почему-то, нам был представлен документ, который указывает на то, что данный файл был изъят с иного ноутбука, ноутбука Ленова, который в материалах пензенского дела проходит как ноутбук, на котором никакой значимой информации добыта не было. Мы на это обращали внимание нашего суда, мы указывали на то, что вот эти явные, не просто противоречия, а факты фальсификации дают нам право, суду право, истребовать все эти вещественные доказательства и следовать в суде наследания. Суд от этого отказался, а сегодня государственный обвинитель, указывая на вину моего подзащитного, ссылается на просто, не на просто недопустимые доказательства, а на доказательства, имеющие признаки фальсификации. Дело хрестоматийное. Я считаю, что оно должно лечь в аналы юридической практики. Я не ожидал. У меня было одно дело, когда еще работал в Чите, жил и работал в Чите, когда дело тоже поступило в суд из местного ФСБ. И тогда в суде мы точно так же оценивали каждый протокол судебного следствия. И я обращал внимание суда на то, что он порочный, что он имеет признаки фальсификации. И судья не удержалась, вызвала в суд следователя, который вел данное дело, и задала ему вопрос при всех. Он стоял на трибуне, и она задала ему вопрос. Скажите, пожалуйста, действительно, какой ваш следственный протокол мы не берем, он с серьезным изъянами. Вы что, плохо учились? Мы не ожидали от ответа, потому что сказал, да, плохо на тройке. Это был первый, единственный до сегодняшнего дня случай, когда я столкнулся с работой сотрудников ФСБ. И вот когда я приехал в такой величавый город, как Санкт-Петербург, я полагал, что все-таки профессионализм сотрудников регионального ФСБ будет на порядок выше, на нескольких порядках выше, но, к сожалению, аналогичный, как под копирку. И я полагаю, что данный непрофессионализм, данное наплевательское отношение к своей работе, наплевать, в каком смысле. Но если ты фальсифицируешь материалы дела, фальсифицирует так, чтобы комар нос не подточил, но явные признаки фальсификации. Этим занимался именно Бондарев, да, вот, один из следователей дела, один из оперпанаболончил, да, Бондарев. Почему его не вызвали в суд? Почему он не дал показания, вот судья также не читала? Вы знаете, мы запрашивали двух следователей, одного питерского, одного пензенского, они допрошены, есть такая установка, что следователь может приходить и давать показания. Но, как правило, как они допрошены? На все наши вопросы они давали ответы, не помню, не помню, не помню. Оба были допрошены, да? Да. А вот в отношении оперработников очень сложно, потому что есть установка, но есть и указ президента в части того, что не рассекрещивать данных сотрудников. Вот мы знаем о том, что есть такой Бондарев, но его ни при каких обстоятельствах свое родное ведомство не рассекретит. Ну, даже...